МАКС ТЕННИСОН Это какие же у вас с ним были проблемы? Что-то из личного? УНИЧТОЖТЕ ЕГО! И именно после этого приказа они на протяжении следующих серий будут пытаться взять его в плен. Только что голограмма смотрела вперед, в следующем кадре к лесу задом повернулась. Более естественного движения мяча в жизни не видел. ДАЙ ПАС, Я ЗДЕСЬ! Нельзя так отвлекаться, как его еще из команды не выперли. Клише. Главный герой, конечно же, спасает всех от поражения на последней секунде. И вообще, где все остальные игроки команды противника? Джей Ти и Кэш вдвоем, что ли, играют? Вообще никого. Даже массовка липовая. Меня зовут Бен Теннисон, а тебя? Джули. Встретимся завтра? Хорошо. А как ты узнаешь, где ее искать? Хоть номер взял бы? Велосипед меняет вид между кадрами. Как интересно, куда Макс сделал старый автобус, который целиком и полностью спецтехникой набит? Вот черт! И как Бен смог сохранить этот рефлекс, если уже давно отдел отошел? И почему чистопородный атакует Бена? Нужен совет. Почему Амнитрикс выглядит по-другому? С ним я чувствовала себя особенным. Я бы сказала, что не часы были особенными, а ты, Бен. Да сколько уже можно поднимать эту тему? Такое ощущение, что Бена каждый раз до заводских настроек сбрасывают. Помнишь, как мы с тобой влипли в последний раз, когда пытались снять часы? Это когда же такое было? Почему Бену и Гвен приспичили решать проблемы в спортзале? Давно адреналину не нюхали. Освободите меня, и мы будем вместе искать вашего дедушку. Вот так просто поверить? А если спины вам прострелит? Он организатор этой сделки. Да, это Кевин. Он же всегда нарушал закон. Говорит так, как будто гордится им. Что скажете? Это оружие создано по технологии пятого уровня, а на Земле есть только второй. На Земле есть штуки помощнее. Кажется, ты серьезно? Ты думаешь? Почему это звучит так серьезно? Какой смысл им было снимать броню? Я превращаюсь! Почему раньше их не проверил? Опытный санитар завел всех в ловушку. Квалификация сотый лейвл. Бен даже в ошибку превратиться не может, а злодеи стоят и тупят, пока Гвен свою магию не включит. Неужели ведра так быстро вырубаются? И почему вы не стрельнули, когда она щиты меняла? Или зажали бы курок и дело с концом? Как двухметровая креветка с бластерами позволила себя соплями закидать? И где все это время Кевин? Фу! Что это за запах? Это от меня! Что это у него за нос? Вернее, где он? Разве он не должен хоть чуть-чуть подгореть? Если отстреливать руку, то только у пламенного. Зачем специально под ударом стоять? Как по ушам Хлоп-Хлопыч вырубил почти полностью герметичного Кевина? Неужели впитывание рельс дает такую прибавку к силе? И как она эту слизь так быстро отмыла? Почитать инструкцию? А ты вообще молчи. Забыл, кто из нас победитель? Как быстро они подружились. Уже походу на рыбалку едут. Удивительно, как он не умер от этой странной пищи. Дедушка не умер. Спокойно, спокойно. Куда понесло-то? Не говори с ней в таком тоне. Еще один. Гвен на все случаи жизни. И ключ, и светильник, и зарядка беспроводная. Бен тут в целом и не нужен. Обычная реакция обычных людей на обычного дракона. Герой убегает от дракона, но тот по классике жанра отстает от них, пока они с другими не закончат. И снова Кевин демонстрирует чудеса впитанного половика. А рыцари как идиоты в ближний бой лезут. С оружием пятого-то уровня. А чему ты так удивляешься? Силикон превращал и чделится на несколько клонов и каким-то образом дракона валит. Реактивная тяга? А в этом кадре нам зачем-то тизернули скелет гумангозавра. Биологи в этот момент в экстазе на пол попадали. Обожаю наших актеров озвучки. То как бревно, то как Ди Каприо. Конечно, оружие, которое вагоны как тряпку дырявят, всего лишь откинуло в сторону. Что это за скелет такой? И разве шлем при таком раскладе не должен быть кетчупом забрызган? Зачем снабжать рыцарей такой тяжелой броней, что они даже встать не могут? Поменяйте, пожалуйста, а то Гвен думает, что победила. Почему ненастоящий дракон так ведет себя под ультразвуком? Откуда вы знаете, что произойдет? А если замок рванет? Кто-то продырявил твой скафандр. Да, кто же это мог быть, учитывая то, что пять секунд назад он был цел? У меня течет кровь. И симулировать он начал только когда целая лужа вытекла. Если вы мне хотите помочь, завершите это дело. Ненужная жертва для нагнетания драмы. Если раскроешь это дело, то, может, найдешь дедушку. Какое дело? Я не знаю как. Вот именно. Но ты же Бен Теннисон. А, понимаю. А куда сухофрук делся? Испарился? О, нет. При смерти пришельца, которого ты и двух часов не знаешь, надо, конечно же, бросаться в объятия парня, который тебя убить пытался. Нам надо пройти, минуя охрану. То гибриды рубятся с одного удара, то за секунду пришельца скручивают. Определитесь уже. Как их там не заметили? Подобные лифты издают больше шума, чем писклявый голос Бена в классике. И если ты ее наденешь, ты сможешь принять любой облик по своему желанию. Чудеса, да и только. Зачем тогда в целом омнитрикс? Уровень юмора в серии, конечно, зашкаливает. Поехали. Куда? Смотрите. Как Гвен так быстро научилась пользоваться тележкой? Друзья, я вас приветствую. Бревно в пришельца превратили бы, и то лучше бы справилась. Как дела? Как я понимаю, мы можем отсюда свалить. Нет. Когда я был маленьким. Дедушка Макс у меня кататься на велосипеде. Я крутил педали, а он бежал рядом с велосипедом, держал меня за плечи. Потом он отпустил меня, а я этого не заметил. Теперь я уже давно кручу педали, ази, без его помощи. С чем справиться? К чему эта история? Кевин один нормально отреагировал. Что это такое? Невероятно. То их сопли руками с волос снимаются, то гумангозавр никак не отлепит. Создается такое ощущение, что он из папье-маше сделан. По-моему, что-то с ногой. Рязное животное. Раз он низшая форма жизни, то зачем его касаться? Стерилизовать. Уничтожить живое в радиусе 10 километров, в живых не должно остаться ни одного свидетеля. Конечно, и план надо рассказать. А что ты раньше этого не сделал? Почему безель амнитрикса стал золотым? Уровень контроля просто повезло. А где след от падения? В таком случае давай пожмем руки. Круто пожали. Почему полицейский в разных формах? Твоя машина готова? Я буду там раньше, чем он. Зачем там голос, озвучивающий Макса? Да не может так машина косить кукурузу. И вообще с такой скоростью по ней ехать. Неужели они думали удержать полупираниды льдом и наручниками? По-моему, с линиями что-то не так. Оставлять ребенка в морозильной камере? Да, Пеннивайз отдыхает. Допустимая скорость 40 километров в час. Миль в час. За городом, как черепахи, не катаются. Небось одна из твоих подружек. Почему сигнал значка пришельца на той же частоте и с той же мелодией, что и мобильник? С Нокией соревноваться вздумали. Ой, холод. Огнем плевашеч плавит цепь какой-то непонятной жижи, но согреться от нее не может. Зачем вам здесь пустая морозильная камера? Тоже магов огня ломаете? Полностью. Так мог ведь забрать значок. Зачем улетел? Какой смысл светить фонарями вверх? Даже рубашка не сгорела. Почему существо, которое со скоростью света летает, не может пираниды обезвредить? Есть какие-то проблемы, полицейский? Да, к примеру, то, что вы катаетесь по полю ночью. Это штраф. 400 долларов за превышение скорости. Что? Не бывает таких? А за такой он был бы уже давно в уголовном розыске. Так я и поверил. Магия. В чем проблема? Ты же видел все вживую. Ой. Как так? И вы хотите сказать, что местная полиция этого не заметит? Почему снег выпал так быстро? Кевин ломает дробовик и, похоже, съедает обломки, потому что рядом их нет. Заморозка, сварка Бену должны быть нипочем. А вот остальные в таком состоянии и секунды не протянули бы. И когда снег успел заморозить верхушки кукурузы, если падает так медленно? Как Бен скомандовал одним растением превратиться в другие? Чтобы свалить эту башню, мне нужна хорошая точка опоры. Какой идиот спроектировал эту башню без фундамента? Твои сверхсилы могут нам пригодиться? Он не может. Он будет помогать мне ловить других пришельцев. Фигайся, Широкий переобулся. Попал! Аргет при наличии мощного инопланетного бластера, который на черном рынке стоил бы миллионы, бегает по подворотням и отстреливает крыс до ежей. Последние и топы умнее будут. Как тебе в голову пришло назначить встречу в жилом районе? Давно не светился? Октагон Фриддер сказал, что ты всем пор... Да, именно Фрид. Вриддл на этом моменте обиделся. Набор инструментов в самый раз для машины. Неужели эта звезда смерти на колесах могла сломаться? Только что на Кевине не было тряпки, теперь появилась. И, как обычно, нужная картинка, единственная в цвете. У Крылатова почему-то нет Амни Трикса. По-моему, до той самой серии ему еще далеко. Бен зачем-то делает мороженое из асфальта, вместо того, чтобы влететь в автобус и остановить его изнутри. По-моему, руль не работает. Почему сетка распалась? Какой смысл выпускать столько иголок? Ты же не елка. Способности асмассианина похожи теперь лекарство от всех болезней. Почему все погасло? Гвен лунный свет гасить умеет. Какой смысл было его окружать, если он тут же сбежал? Только что позади Бена была куча обломков, теперь уже чисто. Неужели ни капли крови? Не удивлюсь, если у них кровь не пойдет даже при ударе топором. И как он от своих же иголок вырубиться смог? Что-то в его крови не то. Наркоман. Я приклею их к твоей голове. Суперклей. Роскошная вещь. А в этом кадре Аргет благополучно исчез. Хоть бы посадили куда-нибудь. На кой тебе своя машина? Для девятого форсажа бережешь? Мне передали, что ты ищешь меня, вулкан. Его еще в классике вулканом звали. Либо имя поменял, либо нам просто другого пупса подсунули. Но теперь я застрял на земле с технологией третьего уровня и все. Буквально две серии назад сказали, что на земле есть только оружие второго уровня. Илон Маск подсуетился. Какой вообще смысл был ему туда приходить в одиночку? Мазохист, наверное. Уж того ты впитал в себя титанит, самый резкий. Тенденит, а не титанит. Как им удается разбить самый прочный кристалл во вселенной железными кирками? И почему он не кончается? Нет бы все им объяснить и за считанные секунды вулкануса победить. Но надо ведь втихаря и самому. Почему бы Бену просто не заморозить его костюм? Да и гораздо проще было бы не выпендриваться и не выходить из состояния невидимости. Включай его. Привет, Бен. Если ты нашел это сообщение... Как эта штука оказалась у совершенно левых персонажей? Двери в доме Морникстера очень широкие. Теперь сжались. Откуда исходит этот свет? И что это за ерунда? И давно Кевин тень в тени создавать научился? Сообщения на одном и том же диске постоянно разные. Свой значок санитара. Эти точки показывают местонахождение других санитаров. Тогда какого вы здесь прохлаждаетесь? Откуда в такой маленькой машине столько пространства? За отсутствие номеров и мозгов Кевина трогать не стану. Но вот почему все остальные такие нелегальные? И почему она не отбрасывает тень? Целый грузовик не может так просто пробить бетон. Но мы же не в Майнкрафте. Почему подушка не сработала? Пусть спускается, и я больше не в силах держать. Серьезно? Скажи, что это? Это оборудование моего отца. Я его принес сюда из штаба. Очень современно. Значков санитаров? Значков санитаров? Да. Ведь с помощью этих значков можно общаться. Так почему санитары не ликвидируют незаконно полученные значки? И об этом знаке говорить никому, конечно же, не надо. Когда эта зомби шазамом стать успела? Я понимаю, что они используют максимум человеческой силы, но так же не бывает. У тебя ничего не выйдет. Я проводник дома. Так она тоже. Такой рикошет вряд ли бы случился. Я кое-чему научился в инопланетной тюрьме. Неужели в инопланетной тюрьме такие же замки? Что за раздолбай там живут? Что Гвен вдруг стала носить кофту с длинными рукавами? Так она всегда такую носила. Только что девушка была тут, а в следующем кадре ее и след простыл. Луна? Розовая? Что-то я за грехами пересидел. Куда делись отметки на руках Гвен? Только что бабка стояла в двух метрах от столика, теперь уже рядом. На рубашке Макса нет цветочков. Что за дела? Для дамы вы слишком сильны. Кто вы? В чем проблемы просто его придушить? Или чистопородные тоже джентльмены? Я в любом случае скажу нет. Кевин, пойми, он мой двоюродный брат. У тебя крылатые лучистые вам не трикси сидят без дела, а ты Кевина тут умоляешь. Почему свет при закате солнца распространяется повсюду? Что у них за способность не промокать под дождем? Привет от губки Боба. Что здесь происходит? Я тоже хотел бы это знать. Почему амнитрикс так не мигал раньше в присутствии чистопородных? Что ж, выкладывайте парня. Бен, посмотри, что я нашла. Ты. Это же была его любимая рубашка. Которой на нем не было в начале серии. Он в инкубаторе. Инкубатор. Как это было просто. Только что табличка висела криво, теперь уже поправили. Да уж, генератор климата? А слона-то он и не заметил. Кажется, нулевой прожектор работал не так. Макс Джейсон Стетхэм Теннисон зачем-то вырубает пришельцев, а потом уже пылесосит. Просто руки зачесались. Шокер со снотворным. Привет из грехов классики. Я вижу только один выход отсюда. Плыть под водой. А как вы под такой зеленой водой видеть собираетесь? А, понятно. Представляете, если бы они без глаз оттуда вышли. Почему крылатый на голограмме каждый раз по-разному стоит? Неужели в те годы уже было модно фоткаться по 50 штук за раз? И лицо почему-то открыто только у Кена. Потому что убивать его мы не хотим. Зато остальных, пожалуйста. Давай попробуем. Ты что делаешь? Пока Бен расплачивается амнитриксом по NFC, нам обязательно какие-то глюки надо видеть. С Кена спадает кожа чистопородного. В следующем кадре ее и след простыл. Дедушка, ты жив? Уничтожьте его. Уничтожьте его. Лучистый. Сказал, не открыв рта. А тут просто не озвучили. Зачем? Назад. Или я расставлю его, как букашку. Скорее огребешь, чем успеешь что-то сделать. На фоне этого самопожертвования Стэйтема просто бессмысленно. И мои полчища гибридов готовы. И откуда их столько набежало? Не делай этого, прошу! Это было круто. Кевин же был в нулевом пространстве. Неужели не допер до того, что произошло? Круто. Тут-то вам от кого прятаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»